Церковь превратилась в партию. Бюрократический аппарат. Я не могу поверить, что это происходит в 21 веке. Примерно такие заявления прозвучали от пользователей социальных сетей, которые узнали, что от будущих крестных теперь требуют справки о прохождении специальных курсов подготовки. Как нам объяснил отец Филарет, руководитель информационного отдела Симбирской епархии, предкрещальные или огласительные беседы – это древняя практика церкви. Раньше подготовка человека к принятию благодати святого крещения длилась больше месяца. Крестные были своего рода поручителями перед лицом церкви за то, что этот человек действительно будет воспитан православной традицией, будет верным христианином. Со временем предкрещальные беседы стали посткрещальными. Дети росли в христианской среде, а знания основ православия они получали регулярно. В советское время эта традиция была полностью утрачена. Она начала возвращаться лишь в начале 90-х годов с так называемой реставрацией веры. До сих пор мало кто может показать достойный уровень знания самих азов православной веры. Чтобы помочь человеку осознанно приступить к таинству крещения, традиция подготовки к крещению была возрождена. Если же речь идет о младенце, то эта подготовка проводится с крестными родителями. Для того, чтобы они могли научить чему-то ребенка, для того, чтобы они могли понять, для чего вообще они становятся крестными. Ведь дело в том, что даже если человек номинайно является православным, носит крестик, это еще не говорит о том, что он действительно православный христианин, знающий православных христианин, и который мог бы чему-то других научить. Вот и из личной практики. Многие думают, что быть крестным – это дарить подарки на день рождения или участвовать в каких-то семейных праздниках. Но только этим обязанности крестного не ограничиваются. А что входит в обязанности, как раз можно узнать на огласительных беседах при любом храме. Ирина Антонова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.